приветище это дед спейс или дед в космосе и мы продолжаем прохождение этого хоррора мистического зомби апокалиптического космического и все в этом духе короче давай давай дальше шуршать изничтожать всю нечисть которая здесь есть будем узнавать как она здесь появилась ну и конечно будем выяснять где наша супруга чуть не стало у нас уже двух членов экипажа замесили остались только мы айтишница и глава безопасности шепот шепот прямо в ушко мне шепчет кто-то нагнетает страху а я как раз туалете поэтому если чё я могу присесть кирпич отложить так что пофиг костюмчик не зафакую мы же правильно идем давай карту на всякий случай проверим чтобы не упустить когда в туалет мы зашли теперь нам просто прямо идти что у нас палуба транспортной станции на лифте поднимаемся наверх сейчас что-то в лифте может еще произойти кто-нибудь вверх у нас прыгнет у нас кстати стазиса мало на плече он красненьким горит это стазис и надо его где-то пополнить о люди только дохлы мне показалось или кто-то здесь показал показалось это не есть хорошо в этой игре оу кости какие не чуть не шевели у тебя еще и флюс вон и смотрю щека торчит как-то так выпукло тебе зуб надо было вроде но этот отдыхает нога на колени а у него нет нога не на колени я перепутал но не важно он короче отдыхает на расслабоне начали чувачок трогать мы их не будем от кстати насчет чемоданчики res plus вдруг там в чемоданчик почему-то бил по чемодану прилетела тебе дружище я не хотела не специально так вышло все претензии к разработчикам батарейка это хорошо как надо перезарядиться то кто знает что здесь сейчас будет магазин очень даже неплохо все заблокировано нам туда на следующую станцию видимо поедем на поезда там поезде ладно перед тем как куда-то отправляться зайдем в магазик посмотрим чем у них тут есть надеюсь тут не слишком дорого покупка продажа ну да мне это и надо мне это и надо магазин это единое место для покупки продажи и хранения предметов для последующего использования мы разберемся спасибо значит можно купить костюм класс можно купить малую аптечку плазменную батарею и силовой узел за 10000 у нас как раз таки 10000 имеется а это не костюм это расширение инвентаря до 18 слотов и дает пять процентов брони что наверное было бы неплохо учитывая сколько плазменных батареек я насобирал давай улучшим нашу броню я сейчас должен сюда за да 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 прям как старый добрый и по идее мой костюмчик сейчас должен видоизмениться о ты глянь только на мою броню сколько пластин навешали я такой сразу типа качмен себя чувствую сейчас глянем чем у меня в инвентаре еще есть инвентарь аптечки аптечки батареек очень много и редкий электрический компонент значит вот они в хранилище два наших костюма классический xs рассчитаны на долгие годы верной службы ну это что мы сейчас апгрейдили по сути все больше нам делать нечего мы можем отсюда ехать точно все посмотрел к залу прилет этом оттуда пришли теперь дуем сюда кстати как насчет раздолбить автомат до шоколадка ни одна не выпала период из пистаней верстак станция сохранения и лифт я глянем что наверстаки сможем сделать что-то кучу всего сейчас пошло до магазин верстак костюм уровня 2 схема улучшения обновления да 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 пасыба пасыпа у нас два узла есть и прошлый раз мы качали плазменный резак а учитывая что мы сейчас обоградили немножко броню продолжаем качать плазменный резак в этом есть резон качаем емкость и урон 130 урона теперь у нас плазменном резаке носим все выблевываемся отсюда на всякий пожарный конечно же сохранимся а то кто знает что нас будет ждать дальше и по чух чухали на лифте ки наверх а это вниз какие звуки скрежет и и все здорово братиш тебе плохо я вижу я думаю что ему уже хорошо наверное неплохо на том свете чай резак развернул и кстати надо а у нас 12 патронов все все нормально думал перезарядиться карточка первого уровня где же мне ее добыть когда мы ее достанем уже карточку первого уровня есть чё поживиться денежки там или еще чё гопник в костюме инженера есть чё я выхожу из-за угла велкам и борт должно пожарить на бал ново прибывшие завершена первая глава кинезис модуль ничего себе теперь у нас еще и кинезис есть стазис и кинезис использовать кинезис для перемещения объектов прицельтесь и нажмите на ф фокей сейчас будем что-то двигать скорее всего вот это вот и будем двигать мне только нужно тут все проверить кстати есть кинезис где у нас расход кинезиса он как-то что-то расходует нет сейчас проверим по всей видимости мы никуда дальше не пройдем пока не двинем эту штуку ладно тело упало а вот это очень быть можно тут раскидать вот-вот отпусти ударил короче по ящику это типа больно странно раньше ты по моему так не кряхтел чё костюмчик потяжелел стали или либо я не обращал внимание теперь двигаем вот это сколько здесь всего двигать нужно будет о хорошо что я глубоко так не задвинул она все равно не работает этот компик короче кинезис у нас ничего не расходует это здорово знаешь чё я хочу глянуть у меня в инвентаре вообще есть где инвентарь вот у меня в инвентаре есть вот такая вот штука и почему я не продал ее в магазине а надо было поторговать там как-то заодно узнал бы цену их ладно здесь вроде бы все сотрудник охраны не выпускайте их не выпускайте кто-то кричит хорошо что субтитры включил а то я бы этого не слышал я вот например не слышу где он кричит ты видишь ты видишь о импульсная винтовка спасибо это будет теперь мое кола тра тата теперь буду делать в инвентаре добавлено новое оружие чтобы иметь его под рукой добавьте его в селектор оружие сейчас сделаем селектор оружие как это только вот тут добавить сейчас будем разбираться что значит показать кп а ключевые предметы вон оно что такое кп как расшифровывает экипировать в какой слот ну давай сюда все импульсная винтовка у нас теперь снаряжена и мы можем переключаться не ну в этой броне с эта винтовка я просто особо опасен она вернем кинетическую айки этот плазменный резак я хотел акцентрировать внимание на руку ты посмотри из руки вылазит как будто нож костяной и пронзает тело скоро нам такие противники по встречается они чертовски опасные здесь кредиты сколько тут мешков это сюда короче стаскивали все трупы как бы морг был местный и тут тоже medical дек а медицинская станция понятно понятно можно конечно же еще раз сохранится перебзить но я не буду этого делать есть снять блокировку станции давайте сделаем блокировка снята и теперь у нас отменили изоляцию и теперь мы можем перемещаться между станциями что очень круто на это сделаем чуть попозже откуда мы пришли станции охраны грузов и складов а оттуда мы пришли тогда сюда сейчас заглянем сколько здесь кровавых кушеток и трупов кстати а я же могу пульнуть по идее вот вот это то что нужно когда закончатся патроны ладно возьму сейчас винтовку у меня 50 боеприпасов и как бы надо быть поаккуратнее стрелять точно в цель сколько здесь мясо то тоже медпункт пахнет прямо кровью кишками и тухлятиной айзек дэниэлс не звонила на нас топали и мы разминались нет она молча на медпалубе всех перерезали вход в морг забаррикадировал в морг да баррикада правда собрана наспех чтобы взорвать хватит канистры гидрозина детонатор нужен электроподушка как вариант вдруг там николь может айзек та тварь с мостиком богом клянусь это чень но его убили при мне раз морг забаррикадирован внутри добра не жди добудьте икс капитана уничтожьте барьер требуется допуск второго уровня сейчас надо задание посмотреть о чё-то разблокировалось тут тоже разблокировалось и магазинчик разблокировался ну-ка давай-ка попробуем продать те штучки инвентарь вот полупроводники значит стоят по две тысячи но раз они нам не нужны мы их продаем также у нас дофига патронов для плазменного резака можно тоже продать по 2 500 и заработать кучу бабла вот десяточка ну и соответственно мы можем на них купить один узел я думаю что до покупаем и так как здесь есть верстак вроде бы я его видел 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 а нет здесь нету верстака есть только сохранение что ж тогда сохраняемся и смотрим что скрыто за закрытыми дверьми ну пойдем направо налево оттуда мы пришли наверно сюда пойдем в исследовательское крыло мы вообще правильно идем нам нужно в ту сторону идти он туда но мы сейчас еще и сюда зайдем посмотрим по карте вообще это исследовательское крыло большой нет она маленькая тут чуть-чуть надо пройти что-то под фризивает о да стазис подзарядим он как раз нам тут нужен промокнулся попали да я пройду пока ничего интересного возьму вот эту штуку если вдруг на меня кто выскочит я шибану пошку ну никто не выскочил опа я хочу забрать эту штуку случайно короче выстрел незакрепленный предмет можно хватать с помощью кинезиса бросать острые предметы у врагов чтобы пронзить их все это конечно прикольно но я хочу обратно снаряд забрать он взорвется когда я нажму на пробел но я этого не хочу мне очень этого не хотелось я просто взял потратил 25 боеприпасов по наду обнаружено опасная она активирован режим карантин давай-давай-давай-давай-давай почему блин ай-яй-яй сзади ничего себе ты мощный какой а без ног ты мощный нифига так слушай я выпустил два вот этих снаряда и им хоть бы хны а это просто фонарик так а еще где вот вот он перезарядка перезарядка быстро 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 неплохо неплохо очень стреляет но плазменный резак более эффективен в этом плане так надо короче переключить на плазменный резак перезарядить и больше и растоптать вот это тревога вдруг ни сего ни с того пока я тут разбирался чё кого заперта я слышу что кто-то такие звуки издают кто-то здесь живой или мне кажется ох ты там кого-то лечит по ходу а еще я слышу что веншахте кто-то бродит а у меня здоровья мало поэтому я пыхчу да подхилимся я думаю кто пыхтит как в туалете знаешь пыжится а это я в маске пыхчу все восстановил фут нет не восстановил по не хватило аптечек видимо на то тут что-то кредиты очень неплохо можно вниз спуститься там прямо кишмя кишмя этих монстриков я слышу как они карабкаются где-то надо мной или подо мной вроде бы тут все давай спустимся вниз раз мы уж тут какие ужасные хирики ой 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 как много стало замри ка все или еще кто ох карантин снялся но слава богу можно мостиком подоптать патроны ой здорово как для нашего пулемета перезарядимся пока что такое образец ткани отсутствует очень интересно но ничего пока не понятно мне кажется ли тут что-то лежит это короче перезаряженным и патрон это мы пришли видимо в комнату где работает николь аудиожурнал личный дневник доктор николь бреннан пациент харрис положительно отреагировал на препараты и ноль гравитационную терапию если он поправится будет надежда спасти колонистов и гиды при этом доктор мёрсер все еще ставит мне препоны горячечный бред харриса якобы имеет религиозную значимость я готова подавать жалобу я не могу снова угробить пациента из засраных юнитологов не могу отслеживание сигнала икса доктор николь бреннан местоположение не определено доступно отслеживание в ручном режиме понятно все очень плохо осмотрите реанимационное отделение короче вот фотка николь и меня вместе где-то мы на празднике каком-то здесь есть еще один журнал журнал пациента доктора николь бреннан старший медик сеанс номер три короче здесь про то как бреннан беседовала со своим пациентом пациент рассказывал ей о церкви в которой они состоят со своей супругой как они оттуда хотели уйти но духовник наставник своего рода церкви промывает им мозги и не хочет их отпускать как бы ничего интересного пока здесь мы все обследовали давай-ка глянем что у нас там по заданиям задания добудьте x капитана мне не добраться до морга пока я не найду способ обойти баррикады ясно уничтожьте баррикаду как только из соберу взрывчатку я смогу разобрать баррикаду я уже одну часть взрывчатки нашел теперь мне нужно электроподушку найти окей все действуем по нашему плану часть тут еще все обследую вот сюда надо зайти обязательно есть что тут интересно по костюмчики симпат ненько это что у нас схема какая-то статис батареи видимо улучшить можем кредиты 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 нам очень нужны и батарейки тоже еще одна дверь и верстаку мы же купили как раз узел один можно проапгрейдить но теперь у нас есть еще и штурмовая винтовка а нет импульсно и мы можем ее прокачивать я посмотрим емкость урон но учитывая сколько у нас патронов на нее нет пока я не буду ее прокачивать плазменный резак у нас приоритете и прокачиваем и время перезарядки пока на этом все ну теперь идем сюда сохраняться не буду очень часто что-то сохранение появляется так 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 а это что такое вообще какие-то бабы или это эмбрионы ну ты все сам видел я конечно мог бы за эти но скорее всего здесь было все закрыто пока этого чувака не убили я бы сюда не зашел извини старикан о тебе их башки ничуть она живучая я все обойму на нее израсходовал я думал она свистнула отсюда она здесь меня поджидала короче это маленький детеныш какой-то извращенный чё за журнал касвилл ошибка в документах зои оса 426 готова к изъятию я собрался сообщить альварес чтобы готовить к больничному но зашел в базу и увидел что сейбл продвинули вперед нее это не ошибка альварес три месяца очередь ждала я думал пересадка руки будет поважнее замены роговицы ошибка произошла следующая одна из наших приобрела акции сес с последней покупкой а другая нет угадай которые из них внезапно дали статус незаменимого сотрудника не стоит заламывать руки и протестовать только лишний геморрой заработаешь поверь моему опыту а если ты подумывал накатать жалбу в комитет по этикету вспомни мудрые слова гиппократа дерьмо как известно течет сверху вниз зой вот так то даже в будущем справедливости никакой выживает что называется сильнейший так где-то кого-то я еще слышу скорее всего это наверху там бродит я к нему поднимусь к этому пациенту узнать как у него дела и ой сколько здесь голосов у меня в башке появляется и кто-2 готов один этот как-то быстро слег откуда они они с банок просто они тут прятались скорее всего ну вроде бы совсем тут разобрались это лифт нет еще и туда душевая для санитара ладно пойдем в душевую зайдем глянем что тут у нас а тут собственно ничего а мы дошли до этого чувака которого лечат ну что чувак и течет водок ты обуглился уже весь все ты сгорел чем мы переключим направление на дверь с дефибриллятора перенаправляем на дверь давай вот дефибриллятор забрать дэниэлс не отвечает по икслинку что там у тебя николь отыскал я был в ее кабинете николь там нет я раздобыл электроподушку для бомбы осталось еще немного гидрозина поспеши мне очень не нравятся эти шумы мы же здесь были да да точно это второй ярус тогда можно уматывать тут мы закончили бегу-бегу-бегу отсюда а значит чем прикол то что у меня стадица нет зараза где мне его подзарядить карту сейчас посмотрю на карте отображается нет на карте не заряжается зарядка вот это да в медцентре нашел короче компьютер с голографической записью давай посмотрим бэн бога ради что творится на этой планете вы сами сказали божий промысел как вы можете это утверждать эти смерти в колонии паранойя галлюцинации вы желали научного анализа причиной следствий все это началось после поднятия обелиска откуда столько опасений обелиск священен мы это знаем не бойтесь завтра вы сможете его изучить его уже поднимают не бойтесь там гибнут люди разве такую трансформацию обещали учение мы на пороге нового начала для юнитологии для человечества естественно нашу веру испытывают скоро все преобразится это меня и терзает конец записи в закрытый архив ну кажется картиночка прорисовывается чей журнал есть личный журнал доктора кайн главный научный сотрудник наблюдения за обелиском ну короче это запись того фанатика который за то чтобы достали этот обелиск и он ждет не дождется когда сможет его исследовать короче здесь в этой медчасти я нашел зарядку для стадиса вот это было близко что меня сейчас хоть и встанете но чё так как-то что-то пошло не по плану а я просто на зарядку зашел на ударь ты по нему нифига себе я чуть кони тут не двинул чё там хотел сложность поднять не я думаю дальше будет еще сложнее подкинемся что в них сразу выпал отхил немножко тут поднасрал себе подножки да куда она вообще идти то теперь вот сюда да точно мы сюда еще не ходили звуки очень огромного существа кто-то башкой долбит о слушай но это был человек он просто суициду с сразу стало понятно что здесь фанатики религиозные которые обелиску поклоняются все вот это сделали после просмотра той голограммы здесь нет питания надо питание перенаправить двигайся гробовые трубы а дальше не пройти за них но ничего страшного обойдем по ногам по рукам спасибо за денежку значит вот этот энергоноситель надо сюда что-то поставить чтобы электропитание пошло а так оно вот вот оно вот это вот надо поставить отлично но прежде надо еще вот сюда зайти верстак кто кто кашлят ты живой у него горло торчит кусок ну короче он сдох я немножечко опоздал хотя бы напоследок мог бы мне что-нибудь рассказать типа берегись там здесь опасно хотя я и так это знал короче чтобы открыть эти ящики нужен второй уровень а у нас его нифига нету еще узел у нас два узла поэтому воспользуемся верстаком прокачаем себе плазмореза или костюм не давай костюм на здоровье пора бы костюм прокачать вот тут учитывая со здоровьем не очень круто у меня тут это что кислород кислород пока не очень хочу качать но видимо придется нет не придется плазменный резак еще чего-нибудь вот урон урон все максимум плазменного резака прокачан 140 урона это довольно сильно теперь у нас на спине вместо четырех капсул здоровья 5 ну что пойдем перенаправлять энергию открывать двери что мы тут имеем двери лифт в начале двери в начале двери здесь закрыта там еще одна дверь была еще одна дверь по моему вот это вот сюда нам комната консультации почему-то то там хотя больше похоже на хирургический зал аудио журнал получен журнал пациента обследование хариса не дало результатов и судя по слухам из колонии ему повезло что он вообще цел остался божественный опыт оставляет след на любом разуме возможно но я не вижу ничего святого в крови в суицидах это откровение терренс нам лишь нужно больше знаков для истолкования ты думаешь что найдешь эти знаки изучив мистера харриса да уверен и покуда капитан матиас запрещает полеты этот парень наша надежда ну а это пациент доктора бренна а твои методы пойми мерзер все и без того довольно не получится так что боюсь я пас делай как знали конечно но долго ли мы еще сможем ждать блин надо короче платформ он стоит ждет нас все платформу сюда подвинем я иду к тебе чтоб тебе раскрошить мозги какой ты живучий что у меня там по снарядам зарядом у меня не так много короче зря я походу плазменной батареи по продавал чай там говорил про патрончики в первой части что их дофига да так я сейчас их тут все из расхода ничего у меня еще импульсная пушка есть так что можно кстати с ней немножечко походить перезаряжу туда сходить и сюда сходить чай нам вообще туда надо идти но тогда значит сюда заглянем так 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 журнал ну давай почитаем медицинский журнал доктора уровик главный психиатр процедуры сенсорной депривации если коротко то к врачу начали поступать пациенты с различными диагнозами как сонный паралич, галлюцинации, кошмары, паранойя он нашел метод лечения заталкивая их в капсулу с нулевой гравитацией которую мы видели в мед зале и это помогало но эта мед капсула устаревшая и он переживал что если большое количество мет... если большое количество мет капсул этих капсул нулевой гравитации запустить то может получиться перегрузка и неизвестно что будет когда столько пациентов а пациентов реально очень большое количество поступало столько пациентов нулевой гравитации подвиснут при перегрузке энергосети и он сказал ладно я рискну поскольку я не могу позволить чтобы пациенты с расстройствами психики и вообще больные дальше продолжали работать с сложными механизмами они могли бы навредить как и себе так и окружающим поэтому мы видим... мы видели по крайней мере в мед комнате эти огромные капсулы с подвисшими людьми и там кстати зародились вот эти вот маленькие жуткие эмбриончики которые прикончили одного врача когда уже карточки то я раздобуду может я пропустил их где-то так сейчас я туда стреляю это освещение или что? почему я так вот выстреливаю им? для чего я выстреливаю? этим снарядом чтобы просто подойти и подобрать его мне вначале показалось что это граната и если я правильно попаду в тушу то... на вакуум о-о-о вакуум я только что хотел прокачать кислород Но решил этого не делать, да? Ну что ж, ладно, пойдем. Разбомбили тут, конечно, все знатно. Вакуум и такая тишина. Класс. О-о-о, что-то там есть плата. Хорошо, что они подсвечиваются. Закрывай двери. И где это мы очутились? Маневровые двигатели позволяют совершать перелеты в зонах невесомости. Ага, понял. Мы в зоне невесомости. Тут есть пару ящиков, до которых мы сейчас попробуем добраться. Так, а что это я просто сюда упал? Как-то очень странно. Ящик, иди сюда. А что ж это я, короче, как бы не... Очень странно, что не работает здесь маневрирование мое. Здесь народ в стазисе находится, но капсулы повреждены. Не думаю, что они выжили. А самое главное, я не знаю, как мне теперь... Как мне теперь отсюда выбраться. Я же тут должен был как бы летать. Невесомость, все дела. Тут вон все предметы летают. А я как бы хоть бы хны. Какой-то глюк. Загрузил последнее сохранение. И вот, тут написано Z, взлет-посадка. У меня, короче, магнитные ботинки, поэтому я как бы это... Но я не понимаю, как я смог туда упасть. Как я туда упал? Если сейчас, я туда упасть не могу. Ладно, нажимаем Z. И вот мы теперь летаем. Нажать shift, это рывок. Выровняться QE, крен влево, крен вправо. Еее, классно. Мне нравится летать. Осталось только ящики тут собрать. Что это у нас тут? Патрон. Тело какого-то чувака, а? Я немножечко потерялся. Где-то еще должно быть. Так, надо, короче, приземлиться, наверное. Если я вот сюда приземлюсь, это норм. Где, как... А, вон, 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 последний ящик. Короче, из-за кренов вот этих я ж тут кручусь, верчусь. Я запутался, где низ, а где верх. Надо найти эту площадку, куда надо приземлиться нам. Где она? А, вот. Вот, нам нужно вот так вот выкрутиться. Давай-давай-давай, крутись. Вот, вот, вот так вот нам надо. Все, ништяк. Я все здесь собрал? Все ящики? Вроде бы их два всего было. Так что, ладно, пойдем. Комната терапии. Что это у нас? Канистра к гидрозинам. Я тут докопался. Чем порадуешь? Я нашел еще немного гидрозина. Должно хватить. Иду к баррикаде. Гидрозинам аккуратно. Не хватало мне тебя потерять. Да я же профи. Я настоящий профессионал. Заложите бомбу. Окей. Мне бы вот это как-то еще подобрать бы. О. Ну что, тут вроде бы все. Обратно так же нам возвращаться? Ну да, ну да. Зона невесомости. Я кого-то слышал. О, кто тут пришел к нам? Ты как-то будешь на меня прыгать или что? Смотри, какой желудоченький. Сейчас я в него снаряд попробую запулить. Зараза. О, он меня задел как-то. Подожди, я за снарядом долечу. Где ты там ходишь, бродишь? Куда ты делся-то? Ага, вон он. Ну-ка, постой-ка. О! Нормально его разнесло. Короче, да, это граната. И нужно ей попадать желательно куда-нибудь вплоть. Стоять. Куда нам идти-то? Я что-то потерялся немножечко. Где проход? Башка уже крутится. Ага, вот. Снова вакуум. В вакуум возвращаемся. Вот че начать. Чем так тряхнуло? Проверяю. Сона вакуума. Тут вроде все ок. Я что-то тоже летать могу, да? Вот на второй ярус можно залететь. Кстати. Но надо не забывать про кислород. А, тут можно подправить его. Это хорошо. Очень даже. Сейчас мы, значит, еще и по второму уровню прошвырнемся. Так. Еще подзарядимся. Трубопровод. Закрыто. Трубопровод. Твоюж налево. Сдохло? Не, живой еще. Че, живой? Наконец-то. А мне вообще сюда... О, так мне вообще, в принципе, сюда надо идти. Ничего себе. Так, вниз надо спрыгнуть. Наверх можно взобрать? Нет, наверх никак. Схема боеприпасов и импульсной винтовки. Это здорово. Мне бы ставить где-нибудь подзарядить на всякий пожарный. У меня два импульса всего осталось. Ну, это не страшно. Это все лишь трубы. А вот там вот что-то страшно. Так, если мы вот сюда вот подведем его, он пройдет? Воу, ребята! Так, 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 вот сюда бежим, бежим, бежим. Сейчас, 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 сейчас. Давай, 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 давай. Вот так вот. Одного подорвали. Ух! Это было близко, что они меня сожрут. С этой перезарядкой, блин, хотел их еще возле пшикащей трубы подорвать, но не вышло, не хватало снарядов. Пока перезарядился, уже в угол меня загнали. Тишина и спокойствие. Нам куда? Нам туда. Значит, мы идем в противоположную сторону. Фух! Стазис. Отлично. Визоляционная диагностика. А, так мы же тут были, да? Слушай, точно. Да, да, да. Мы здесь были. Мы вернулись. Ну, все, тогда. Возвращаемся. Это мы круг, короче, сделали. Что-то потрясывает, так знатно, конечно. А, сюда же бомбу надо поставить. Где прятаться будем? В укрытие. А в какое? Куда? Куда? Наверное, мы куда-нибудь вот сюда вот встанем. not bad, not bad. Not bad. Давай-ка, зайдем. У нас там улучшение для импульсной пушки было. Так, 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 так. Схема добавлена. Вот. Товар доступен для покупки. Схема добавлена, товар доступен. Это стазис батареи. Теперь мы их можем покупать. Это очень хорошо. Вот стазис батареи я бы купил. Она бы нам еще пригодилась где-нибудь. Когда-нибудь. Поэтому одну штучку возьмем с собой. Чтоб потом не возвращаться куда-нибудь далеко за подзарядкой. В целом, вроде все ок. Пойдем. Напоминаю, в морге ищет тело капитана Матиаса. Добудем коды с его икса и компьютер наш. Окей. Улучшение оружия. Плазменного резака. Требуется соответствующий допуск. Вот это тебя разъели. Ну, давай здесь все обшаривать. Журнал, что ли? Точно. Почитаю. Медицинский журнал доктора Уровик. Главный психиатр. Продолжение, видимо. Из журнала мы узнаем, что доктор Уровик пациента Харриса допрашивал. Ну, как допрашивал. Харрис убил двух людей. Одного из которых медсестру. И как он утверждает, медсестра была не человеком уже. И он галлюцинирует очень сильно. Но в то же время он находится в адекватном состоянии. Может все осознавать. Даже про убийство этой медсестры он рассказывает. Поза я переброшу. Нужна полуша. Взгляните на него. Мы не можем принять столько тяжелых. О командовании ничего нам не говорит. Приступ. Черт. Что-то я пропустил эту голограмму. Как она активировалась? Сама, что ли? Можно еще раз запустить. Передать по общей связи. Говорит старший медик Николь Брэннон. Лазарет перегружен. Нужна помощь. Взгляните на него. Мы не можем принять столько тяжелых. О командовании ничего нам не говорит. Приступ. Ну, понятно. Короче, это наша жена тут пытается всех спасти. Может еще остался БГБ. О, а вот это что у нас такое? Что это такое? Так, а как бы мне это положить аккуратненько, то я думаю, что можно это и взорвать. При необходимости. Так вот, насчет Харрисона. В общем, он пока что оставался под присмотром психиатра и, в общем, продолжал галлюционировать. Вот тут еще ящики мы не посмотрели. Что выходит? А куда нам вообще идти дальше? Куда, 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 куда? Вон в ту дверь надо ее как-то активировать. Ага. Понял. Так, ну давай вот эту вот все-таки штуку я посмотрю, если я ее... Ну, я был прав, да. Да, бам, бам. Тут еще тоже можно, вот смотри, щиток, душ. Ага. Хо-хо. И есть журнал. Медицинский журнал. Доктор Николь Брэннон. Привет, паранойя. Все беседы с пациентами я теперь провожу в этой подсобке, подальше от назойливых юнитологов. Работать где-то еще я боюсь. После вчерашнего нападения я обнаружила оторванную конечность. По строению эта человеческая ткань необычными мутациями. Но одного образца мало. Лекарства на его основе не создать было бы... Так, а где этот отчет из инженерного? Вот. Из агрегата был извлечен обезображенный труп. Отсутствуют верхние конечности, туловище не пострадало. Хорошо. Пора устроить полноценное вскрытие. Следуйте за голограммой Николь. А она реально туда бежала по голограмме? А я даже не обратил внимания. Так, теперь нам нужно вытащить вот эту штуку. Чтобы извлечь аккумулятор, убедить, что питание автоматического выключения не используется. Ага. Короче, тут оказывается есть кнопка вообще все выключить. Вот. И когда ты все выключишь... Я сейчас столько времени здесь потратил. О-оу, кажется кто-то вылез. Блин. Молокососы эти появились. Готов один. Где-то же еще должен быть. Я слышу его, но не вижу. А, ну это не мало... Вот молокосос. Женький какой. Промахнулся. Ай-яй-яй. Бежим, бежим, бежим. Где-то патрончик. Спасибо. По ногам, по ногам. Фух. Сзади. Ах ты. Зараза какие, а. Аптечка мне пригодится. Фух. Это было, ну, такое себе. Надо было их ящиками, короче, приплюснуть вот этими вот. Вот так вот. Ну, ладно, как есть, так есть. Ну, все. Можем идти дальше. В морг нам пока не дали доступа. Окей. А, стой. Я же здесь патрон где-то выстрелил и забыл про него. А где он? Вот он. Его обязательно надо забрать. Ого, вот тут дырища там. Кредиты. Ты мне ничего не хочешь дать? Например, свою душу. Вон что-то валяется. Патрончик. Криляху надо оттуда убрать. Тут, видимо, этот завал, скорее всего, либо взрывать, либо обходить. Мы не проберемся вообще. Никуда, никак. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Мимо прополз. Ты что, палиться не захотел? Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Подрывашка моя сила. да сколько можно то обнящий кто-то плюнул ничего себе сверху сидишь уже не сидишь надо доходить до сохранения и закругляться то серия получится over длиннющая самое главное знаешь ничего ли я тут не пропустил вроде блестяшек никаких тут пройти нельзя какие-то запчасти падают вот молокососа надо раздавить это мы вокруг идем или это хорошо аптечка двойная сколько здесь пациентов просто обалдеть можно кислород ухты 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 мы вышли из бухты на разрезала прикольно короче надо кинезисом это фигачить их особенно если есть какие-то острые детали рядышком о них прям режут это офигенно вот надо было вот эта вот штука их распилить нафиг куда-то непонятно куда влетела так 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 узелок здесь что у нас аудио журнал ты был на операции я передал через ворвика он не болтун я получил свежий отчет с агиды 7 там все куда хуже чем готов признать капитан матья у 40 процентов жителей колонии есть явные симптомы уныние галлюцинации агрессия люди гибнут пачками знаю это как-то связано с обелиском но мне не достает данных мерсер я ошибался нужно все узнать любыми способами тот пациент бренд харрис вся надежда на него получил вызов охраны вы бросили меня я очнулась возьми они скребли за стеной словно крыс и вы заберли меня с ними твари я не дам я не дам я не дам ухты оу странно почему у нее мужской голос был если это вроде женщина нет это мужик все-таки был короче почему про хариса говорят я тебе важную деталь не сказал когда он журнал читали про него он все стены исписывал словами сны все расскажут и что он пытается сделать их едиными а доктор психиатр не мог понять что это все значит вот такая вот тема в общем на сегодня это все сохраняемся если понравилось ты хочешь увидеть продолжение то с тебя лайк и подписочка и тогда мы вновь увидимся в новом ролике так что до встречи